В Алтайский край на этой неделе вернулись 20 волонтеров чемпионата мира по футболу. Среди них был студент факультета массовых коммуникаций АГУ, внештатный корреспондент алтайского спорта и один из самых молодых добровольцев престижного турнира Артем Тарасов. Он больше месяца работал в Санкт-Петербурге и вел публичный дневник волонтера. А сегодня Артем у нас в студии. Мы расспросим его о самых интересных моментах и ярких впечатлениях от чемпионата мира. Артем, здравствуй. Добрый день. Ну расскажи, не пожалел, что ты целый месяц провел в Питере, ну в общем-то на бесплатной работе? Ни в коем случае не пожалел, потому что чемпионат мира это невероятные эмоции. И, к слову говоря, о бесплатной работе это далеко не так, потому что мы получали кучу всяких разных плюшек и ачивок, так это назовем. Потому что у нас был бесплатный проезд на транспорте любого типа, мы могли даже бесплатно прокатиться по Ленобласти. Нас размещали бесплатно и нас кормили вне смены. Поэтому я считаю, что это нельзя назвать бесплатной работой. Тем более университет еще и помог с дорогой до Санкт-Петербурга и оплатил нам проезд. Собственно говоря, практически вышел в плюс. Самые яркие впечатления от чемпионата, если можно как-то их порциями выдать? Первое яркое впечатление было на первом же матче Марокко-Иран. Марокканцы и иранцы очень крутые фанаты. Чтобы не говорили про эти страны в футбольном плане, но у них очень крутые фанаты. И в этот же матч нам удалось выйти на футбольное поле. Потому что мы занимались обеспечением деятельности СМИ и выносили платформы для фотографов. Это происходило прямо на поле. Мы поставили эти платформы и стояли, смотрели, когда выходят команды. Когда вышли команды, стадион просто взорвался. И когда ты находишься в середине стадиона, практически в центре стадиона, практически в этой чаше, то это просто снос головы. Ты выносил флаг. Я выносил флаг на матч Россия-Египет. Причем не флаг России, если я не ошибаюсь. Да, но я патриот. Все в порядке. Так вышел, так выпало жеребие, ничего страшного. Это было еще круче, потому что выходила Россия и египтяне тоже очень крутые фанаты. Кстати говоря, когда стоял, держал флаг Египта, мне казалось, что египтян гораздо больше, чем россиян. Потому что эти ребята точно умеют болеть. Что касается российских болельщиков, они скорее просто пришли посмотреть футбол. Но постоять в один момент на одном поле со всей российской сборной было очень гордо и достойно. И следующие как раз на этом же матче были у меня шикарные эмоции. Это когда я работал в микс-зоне. Я стоял в микс-зоне и делил прессу от ТВ. И через микс-зону проходят абсолютно все футболисты. И когда туда зашла сборная России, я начал улыбаться во все 32. И мне было абсолютно без разницы, смотрят на меня люди или нет. Потому что я был очень рад увидеть нашу команду. В тот момент они были национальными героями. И когда пошел первый вышел Жирков, потом за ними пошли все остальные. Айкин, Феев, Головин. И это тоже было очень приятно. Ну как-то удалось со звездами мирового футбола пообщаться. Не только нашей российской команды. К сожалению, нет. Потому что волонтерам запрещено брать какие-либо автографы, делать фотографии, делать селфи. Это все очень строго. И из-за этого могут сразу лежить аккредитации и забрать волонтерскую форму. А мы этого не хотим. Ты уже сказал, что во время чемпионата ты помогал прессе, чтобы все было организовано. Доступ куда необходимо у них был. Вот что скажешь? Насколько комфортно работать, поправиться с теми же? Или они настолько беспредельные, что не слушают ни тебя, никого? Когда были шикарные матчи Бразилии и Аргентины, папарацци были очень такие южноамериканские. Прямо в Латинос приехали. Они были очень наглые, очень настойчивые, и с ними было трудновато. Потому что мы держали ропу, это веревка, в которой должны находиться фотографы в начальной церемонии. Они оттуда фотографируют команды. И они просто вырывались. Они просто лезли на поле и пытались проползти. И мы их тормозили. No, no, sir! А он говорил, я не понимаю вас. И пошел дальше. Мы его берем и затаскиваем назад. И пока в это дело не вмешиваются фифашники, либо наш локальный оргкомитет, эти ребята не успокаиваются. Ну вот мы знаем, что ты ввел публичный дневник. Если сегодня кто-то посмотрит наше интервью и захочет почитать подробнее о твоих впечатлениях, узнать, где это можно сделать? Это можно сделать на сайте «Алтайский спорт». Этот дневник есть пока что только там, но я планирую запустить последнюю запись там и потом опубликовать это все у себя в социальной сети. Я этого не делал во время чемпионата, потому что на самом деле такая деятельность для волонтеров строго запрещена. Нам нельзя рассказывать никакие события. Нам нужно говорить максимально абстрактно. Что-то вроде «Сегодня был первый день моей смены». Вот фотография. Все. Тем более фотографии тоже, кстати, делать нельзя. Потому что эта информация конфиденциальна. Чтобы ее предоставить, нужно было брать разрешение у оргкомитета, у фифашников. И они делают это для того, чтобы информация была четкой и правдивой. К нам-то ты пришел? А, у меня действие договора закончилось. И аккредитация, и никто меня уже не лишит и формы не заберет. Поэтому... Спасибо, что пришел к нам в студию. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Артем Тарасов, волонтер чемпионата мира по футболу 2018 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...